Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас баскет из KFC. На самом деле, я раньше снимала подобное видео. И вы помните, что был огромный баскет. Я постоянно снимала, не забывая челленджи. В этот раз мне пришел вот такой вот малюсенький. Здесь вот что было. Картошка фри, еще одна ножка и чесночный соус. В общем, я была в шоке от этого баскета, но да ладно. То есть на картинке все-таки заказывать немножко сложно. И не было написано описание того, что будет внутри. Поэтому я повелась. Но ничего, то есть ничего страшного. Я просто подумала, что подешевле стали эти баскеты. Поэтому у нас сегодня стол такой не очень яркий. Но ничего. Картошка фри обалденная. Вчера мне очень помог Рюшан. Мы домой купили стиральную машину. Купили холодильник. И обошлось нам все это очень даже бюджетно. То есть за эти деньги я могла бы купить только холодильник. Вот так я купила и холодильник, и стиралку. В инстаграме уже вам показывала. И многие подумали, что я купила новый. На самом деле нет. Я купила поддержанный. В истории я сказала, что я купила в магазине. Это на самом деле есть так. У нас есть специализированный магазин, где продают поддержанную технику. С гарантией, что это все будет работать. То же самое, например. Вы продаете квартиру, вы не знаете, куда деть технику. Или, например, переезжаете. Вы это все можете сдать в специализированные магазины. Это очень удобно. И они, естественно, со своей наценкой уже продают. Один из таких магазинов мы нашли. Там было где-то 400 холодильников. Огромный просто выбор. Мы походили, посмотрели. Не все, конечно, выгодно. Были холодильники от Хоффман. А они в магазине стоят 500 моната. А нам предлагали за 400. То есть из-за 5000 рублей не стоит покупать поддержанное. Но если разница в цене существенная, то я думаю, что можно. Холодильник уже у нас там работает. После того, как холодильник привезли, нам сказали, что первые 3-4 часа его нельзя включать. Ни в коем случае. Потому что его привезли в горизонтальном положении. И там внутри нам объяснили, что есть масло. И когда вы ставите этот холодильник вертикально, это масло стекает. И, в общем, мотор может выгореть. Поэтому надо быть аккуратными. Мы так и сделали. Все по инструкции. Осталось установить стиральную машину. Доставку они делают сами. Установку тоже делают за дополнительную оплату. Но, к сожалению, у нас не хватало одного шланга. Который нужно прикупить. И уже можно установить. Сначала я на сайте хотела купить подержанное. Потом мы подумали еще это все с транспортировкой решать. Ладно. Там стиралку. Кинули в багажник. Решай. Ну и все. Как насчет холодильника? В общем, чем заморачиваться, мы решили купить в магазине. Там было очень много хороших вариантов. Но некоторые варианты проще было купить просто новые в магазине, чем у них подержанное. Кондиционеры, телевизоры, все что угодно. Новые покупать получалось очень накладно. Вчера был праздник. Сегодня, кстати, тоже хочу вас всех поздравить. Всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. Желаю, чтобы Всевышний помог вам. Добиться и достичь всех ваших желаний и мечт. В общем, вчера был праздник. И, по идее, много где вроде как не работает. Но мы даже выбрали спальный гарнитур. После того, как мы выбрали холодильник и стиралку, нам сказали, что полтора часа дается на доставку. То есть, вам осуществят доставку в течение полтора часа. И начали ездить по всем магазинам. Уже выбрали спальный гарнитур. Кровать со шкафом. Я вот хочу заказать. Просто мы решили не брать тумбочки. Зачем они? Мне они не нужны. Спальный гарнитур новый, естественно. Очень даже симпатичный. Блин, я такой спальный гарнитур увидела. Надо было его снять и показать вам в инстаграме. Это просто было нечто. Это было настолько стильно, настолько круто. Такое ощущение было, что кровать порхает. То есть, у кровати нету ножек. В квартире, где мы будем жить уже с Ровшаном, я хочу купить такой спальный гарнитур. Очень крутой был. Очень. Как пахнет ножка. Вот хорошо, что такие все делают соусы вот в такой упаковке. Легко макать. Даже если это ножка. Смотрите. Легким движением руки соус оказывается на бедрышке. Осталось установить стиральную машину и убедиться в том, что она действительно работает. Я надеюсь, что она работает. Никаких проблем не будет. Потому что место, где мы купили мужчина был настолько агрессивный, что я представляю, если у нас что-то там работать не будет, я уверена, что он отвечать не будет. Такой негативный человек. Ну да ладно. Самое главное, купили недорого. Нашему холодильнику, например, 20 лет. Работает. Только-только начал откидывать копыта. Так что тихо-тихо решаю все свои вопросы. Потому что собираюсь поехать в деревню в ближайшее время. Ну как в ближайшее? Где-то, наверное, 30-го. Мы поедем в деревню. И до 30-го нужно решить вопросы все с квартиры. Еще одна ножка. Хош. 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 Тур. И вы прикиньте, пока я делала ремонт, мы зачем зашли в этот магазин, где я увидела классный спальный гарнитур. Я хотела там купить стол круглый со стульями, который я вам показывала давно во влоге. Помните этот круглый стол с такими синими и зелеными стульями? В общем, его больше нет. Сказали, что он турецкого производства, его сняли с продажи. В общем, часто вижу в комментариях, что люди пишут, что Реша мне не помогает. На самом деле это не так, просто не все я снимаю, не все я показываю, понятное дело. Хотя мама считает, что надо показывать меньше своей жизни и оставаться какой-то загадкой, так скажем. Мама говорит, ты еще как убираешь лоток с ними? Я такая вдруг, идея? В быстром режиме покажу вам, как убираю лоток Твикса. Я поела, не могу сказать, что я наелась, это было слишком мало, но я не знала, что мне привезут вот такой маленький баскет, так что извиняюсь.